Россияне запутались в заявлениях. Так, по данным телеграм-канала МАШ, 13 ноября неизвестная ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область. Около 7 утра на границе произошел бой. Паблик утверждает, что Конциденту якобы причастны ВСУ. ДРГ пыталась заехать в область на УАЗе со свастикой российских оккупантов ЗЭТ. Диверсанты выдавали себя за российских солдат, но были вычислены и ликвидированы в районе города Щебекино. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вообще отрицает, что на границе были какие-то волнения. На границе в районе Щебекино было напряжение ночью. Что скажете? Не было ничего. На утреннем совещании он объявил, что данные об украинской ДРГ фейк. То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. Напомним, на протяжении октября и ноября 2023 на Белгород не раз совершалась атака дронов. В ночь на 4 октября БПЛА атаковали стратегический комплекс ПВОС-400 «Триумф». Цена такого комплекса – 1,2 млрд долларов. А 1 ноября бойцы Главного управления разведки Украины ударили по редкостной дорогостоящей российской радиорелейной станции под лед. Тогда потери понес и личный состав армии РФ. Тем временем аналитики Института изучения войны сообщают, что Украина усиливает атаки на российские военные и другие важные объекты, как на территории оккупированной Украины, так и в самой РФ. Кроме того, на этих территориях работают партизаны. Субтитры создавал DimaTorzok